Виктор Беликов, председатель Ассоциации Центров Ресоциализации Краснодарского Края, член Общественной Наблюдательной Комиссии Краснодарского Края 4-го созыва. Виктор, как Вы стали членом Наблюдательной Комиссии и почему Вы им стали? Узнал я о существовании Общественной Наблюдательной Комиссии от своего епископа, который являлся на тот момент председателем Общественной Наблюдательной Комиссии Воронежской области. По его рекомендации и по рекомендации своих друзей, тоже общественников, подал документы и Общественная Палата сочла достойным стать членом Общественной Наблюдательной Комиссии 4-го созыва. А в чем была Ваша мотивация? Мотивация моя очень проста. В наших реабилитационных, ресоциализационных центрах немало лиц бывших осужденных, освободившихся, они проходят ресоциализацию, возвращение в социум, поэтому как бы, по сути дела, начинается ресоциализация там, в колониях и так далее. Но, само собой, суть Общественной Наблюдательной Комиссии заключается не в ресоциализации, а в защите прав. К сожалению, не всегда и не все так называемые правозащитники, вошедшие в новые составы Общественных Наблюдательных Комиссий, понимают вообще сущность защиты прав. Вообще, что такое права человека, это сказывается, возможно, даже и профессиональная деформация некоторых членов ОНК. Суть защиты прав человека в местах лишения свободы, вот основная задача, с которой мы пришли, я и мои коллеги некоторые, в ОНК. Ясно. Какие права там человека нарушаются, вот в первую очередь, в основном, такие, массово? Ну, самая большая сейчас сложность, которую признают на всех уровнях, и власть даже признает, и работники системы исполнения наказания, это медицинское обеспечение. Ну, возьмем простой пример. В одном учреждении в СИЗО принимает стоматолог, принимает один раз в неделю на 4 часа, при том, что больше тысячи человек, подозреваемых, находятся в учреждении. Сами понимаете, что попасть к нему, и тем более получить нормальное медицинское обеспечение, полечить зубы, не каждому доводится. Это, наверное, вот такой фактор коррупции, да? Нет, абсолютно. Просто отсутствие людей. Не все хотят работать на небольшие зарплаты. Да, нет, ну, чтобы попасть на прием к стоматологу, может быть, родные вот этого человека что-то платят, как бы. Я вам даже больше скажу. Конкретного человека был, который контролировал вот эту ситуацию, с декабря месяца он никак не мог попасть в зубную боль. Ему давали обезболивающее, но кардинальным образом оказать медицинскую услугу в виде лечения так и не смогли. Смогли только спустя, ну, считайте, 3 месяца прошло, и ему, наконец, там начали лечить. Сейчас, слава Богу, он перешел в исправительную колонию, где уже с этим вопросом попроще, и там он, конечно же, получит стоматологическое обеспечение. Такие вот вопросы, на самом деле, тут трудно сказать, коррупция. Здесь вопрос даже, да, на этой почве может развиваться коррупция, но фактов таких у меня нет. Но, естественно, когда огромная очередь, кто-то, извините, боль зубная, это серьезно. Да, но это ужас просто, потому что люди вынуждены это все терпеть так долго, и это наша пытка настоящая. На самом деле, общаясь с сотрудниками этого учреждения, я понимаю, что от них мало что зависит. У них нет финансирования, у них порою нет обеспечения именно медицинскими стоматологическими инструментами стерильными и так далее, и так далее. И они не могут же за свой счет этот вопрос решить. А тендеры пока купят, пока поставят, пока все. И по факту сейчас у нас ситуация такая, что мы собираем частных клиник, обращаемся к руководству, к владельцам частных клиник стоматологических, чтобы они помогли именно стерильными инструментами для этого учреждения, чтобы как-то оперативно именно решить вопрос, пока пройдут все тендеры, вот эти все вопросы будут решить. Как они откликаются, помогают? Конечно, конечно. У нас народ добрый. Добрый. Такие вещи всегда идут на строчку. Добрый народ. Но при этом очень много и в тюрьмах сидит, да? Очень много людей в тюрьмах сидит. Ну, нет, я бы не сказал, что... Имейте в виду переполнение? Да. Есть там? Я бы сказал, что на данный момент переполнения нет, потому что эту проблему уже решили. И члены предыдущего созыва, и нашего созыва этот вопрос держат на контроле, и сотрудники УСИН стараются этого не допускать. Даже более того, есть хороший положительный опыт, когда мои коллеги прибыли в одно... Мы же не только систему СИЗГ контролировать можем и смотреть за соблюдением прав. Мы имеем систему полиции и МВД, изоляторы временного содержания в том числе. И в одном изоляторе временного содержания подняли настолько серьезные были проблемы грибок, сырость, вонь и прочее, что там реально находиться в таких условиях невозможно. Вот лично я, допустим, при проверке, в первую очередь, мотивируюсь очень простым критерием оценки помещений, условий содержания. Смело ли я здесь находиться? И что? И как вы отвечаете на этот вопрос? И когда я отвечаю на вопрос, что здесь невозможно находиться, вот это и есть нарушение. Потом уже поднимаются нормы и так далее, и решаются вопросы. Вот я к чему говорю. Мои коллеги прибыли в один из ИВСов в районе. Это была ужаснейшая ситуация. Вонь, сырость, грибок растет. Они составили акт, ставили поднимать этот вопрос. Дошло дело до закрытия этого ИВСа. Тут же нашлись деньги на ремонт. То есть вот получается положительный опыт, а до этого не шевелится. Денег нет на ремонт и так далее, а люди вынуждены в этих условиях. Поэтому Институт общественной информации комиссии, слава Богу, достаточно эффективный и способный институт. То есть вас слышат и вы можете помогать людям, когда они в таких нечеловеческих условиях. Конечно, да. Это основная задача исправлять. Но вы так уже все же тюрьмы знаете. Вы же давно работаете. Все тюрьмы знаете, что где... Полтора года примерно я являюсь членом ОНК. Это мой первый, так сказать, срок. Конечно, многого чего еще мы не знаем, не понимаем. Потому что очень большой объем и нормативных материалов, и инструментов. А вас пускают везде или куда-то не пускают? Абсолютно везде. Я знаю, что по некоторым регионам в России бывают случаи, когда в частном порядке какой-нибудь сотрудник ретивый кого-то может не пустить. Слава Богу, у нас в крае этой проблемы нет. Все сотрудники знают, кто такие ОНК, что такое ОНК, какие права у нас. Ну и, конечно же, наши обязанности. Ясно. Скажите, пожалуйста, с кем вам приходилось иметь дело? Все-таки вам приходится иметь дело с преступниками. Это люди с криминальным мозгом, это люди как бы в депрессивном состоянии, наверное. Как вам с ними контактировать, чисто психологически, морально? Это люди. А все уже изменяет потом. Они, если это осужденные, они лишены определенных прав человека на свободу, например, ограничения свободы. Но они не перестают быть людьми. У них не прекращаются многие другие права. Но вам удается с ними разговаривать, общаться какое-то время? Ну, во-первых, то, что я священнослужитель. Это располагает. Потому что есть у нас с членами ОНК бывшие сотрудники системы ВСИН, сотрудники силовых структур. Конечно же, это не располагает к тому, чтобы люди с ними общались. А у нас есть еще... А вы человек, так сказать, с незапятнанной репутацией. Есть у нас еще и православный батюшка, тоже член общественной наглядной репутацией. Естественно, люди в первую очередь тянутся пообщаться с вами. Ясно. Вот не могли бы вы об этом опыте общения рассказать, кто произвел на вас впечатление такое сильное? Ведь это же не только они вас слушают, но и вы их, правильно? Я не разделяю людей. У меня недавно был случай интересный. Посещали одно учреждение, там подозреваемые в СИЗО. И человек, бывший строитель и прочее, начинает рассказывать, какие у него заслуги, как много он сделал хорошего для города и так далее. На что я его переливаю вежливо и говорю, вы меня извините, но мне все равно, какие у вас заслуги, какой вы крутой, сколько у вас там понтов, возможностей, финансов. На вашем месте, а это так на самом деле и было, то у вас сидели замы города Краснодара, каннибалы так называемые, по экстремистским статьям, по наркоманским статьям. Мне все равно, кто вы были. Мы здесь выявили нарушение ваших прав. И попросил его не рассказывать о том, какой он крутой, рассказать, есть ли у него проблемы. Вот люди иногда не понимают сущности, что такое общественная бюджетная комиссия и кто мы, члены этой комиссии. И приходится объяснять, разъяснять, какие у нас есть права и как мы можем людям помочь. Ясно. Скажите, вам сказали по экстремистским статьям, то есть это политзаключенные, да? Политические заключенные. Незаключенные я общался непосредственно с подозреваемыми по этим статьям. С подозреваемыми. Но за какой-нибудь репост, да, наверное, там человека посадили? За репост, за разговоры, за агитацию. Ну, подробности я, к сожалению, по закону не имею права. Да, это и не нужно. Вот ваши впечатления. Чем политические заключенные отличаются от агустных заключенных? Идеологическая составляющая. Сразу видно, что человек идеологически настроен определенным образом. Я сейчас не оцениваю его положительно или отрицательно. Просто видно, что у человека есть определенные взгляды, позиции. Это чувствуется. Убеждение. Это чувствуется. И вы общались и с каннибалами, да, вот с этими? Ну, с так называемыми каннибалами. Они не признают о том, что они кушали человеческую плоть. Они признали о том, что действительно совершили убийство, что совершено было расчленение. Ну, два часа общались с ним, Дмитрий Бакшеев. Иисова с упругой общался около часа. К сожалению, самое большое, что его мучило, Дмитрия, то, что его посадили в одиночную камеру, а не в общую. Ему было тяжело сидеть в одиночной камере. Но я ему постарался объяснить, что в целях его же безопасности ему лучше оставаться в одиночной камере. Смотрел я, был в этой камере. Чтобы его не съели. Чтобы его там, ну, на самом деле, несмотря на то, что он не ел, ни каннибал, это не доказано. Во-первых, суда не было и так далее, да. Он отрицает это. Но иди, объясни сокамерникам всякое может произойти. Он может пострадать, переходя из камеры в камеру, там, по пути, не обязательно в самой камере. Поэтому ему пришлось объяснять, что в его же интересе все-таки оставаться в одиночной камере. Да, какой это ужас. А у них там, ну, конечно, никакого правосознания, да. Если вина не доказана, так он... А он там в качестве подозреваемого, да? К сожалению, такой уровень правосознания в целом в обществе. Нигилизм правовой абсолютно. Люди не то, что там по долгу службы должны понимать такие банальные, простые, очевидные, истинные, как презумпция невиновности. Но и граждане не представляют, что такое презумпция невиновности. До сих пор многие граждане, которые на свободе, которые живут своей жизнью, считают, что если задержали, если арестовали, значит, виновен. Значит, там что-то действительно есть. Никто не ждет следствия, завершения следствия, завершения судебного процесса. Задержали, виновен. Та же самая ситуация произошла с вот этими так называемыми камерами. Нет еще ни судебного решения, и тем более следствие не завершено. А уже люди и средства массовой информации везде трубят о том, что они камерами. Да. Ну да, это ужасно, конечно, ужасно. Но вы их как-то поддержали, словом, да. Им же, наверное, очень психологически забыло. Общение с вами, наверное, помогает им, да. Ну, оставим это за скобками тайной исповеди. Тайной исповеди. У нас была, я же вам сказал, достаточно продолжительная беседа. Два часа с Дмитрием. Я около часа наобщаюсь с его супругом. И вы убедились, поверили, что он не не убедил, да, и она? Я оставлю это за скобками. Окей. Хорошо. А как вам вот живется с таким грузом на душе, вот когда вам люди свой груз доверяют, это же все надо нести как-то, переваривать. Это же тяжело, по-моему. Ну, бывает непросто слышать то, что люди исповедуют. Да. И вы потом... Есть такая, знаете, ошибочная... Нет, я сплю спокойно, слава Богу. Есть такое заблуждение о том, что... Ну, в неопротестантских кругах о том, что не надо исповедоваться, зачем. И если ты исповедуешься, то исповедуйся любому. В Писании говорится, исповедуйтесь друг перед другом. К сожалению, это приводит к тому, что человек, который не подготовлен к тому, чтобы принимать исповедь, исповедовать, да, для них это действительно бывает серьезным испытанием психики, отношения портятся, судьбы ломаются. Потому что когда люди исповедуются друг перед другом, а не перед священником, а это достаточно распространенная практика в пятидесятнических, в баптийских средах, в итоге это все всплывает, и, ну, судьбы людей немножечко портятся, мягко говоря. Поэтому понятное дело, что... Ну, есть такой даже у нас нонсенс небольшой. В нашем небольшом приходе исповедуется у меня больше людей, чем у членов приходов. Потому что люди из разных церквей приходят, исповедуются, боятся, исповедуются своим постарам. Ну, вы должны быть, наверное, мизантропом уже, потому что вы знаете все подноготную, и природу людей, вот это вот зло, да, которое есть. Вы не представляете, насколько человеческая природа после перехопадения испорчена. Но... Я представляю, почему я представляю. Сегодня идет период Пасхи Христовой. И в одной из псалмов поется, «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот дарован». Мы все, каждый человек от рождения имеет вот эту природу испорченную, гроб, он как гроб. Скажем, что живот – это жизнь, чтобы... Да, я сейчас к этому подойду. То есть человек, с точки зрения Бога, он мертв. И Христос, умерев на кресте, воскреснул, он исцелил вот эту поврежденную человеческую природу. И те, кто его принимает, он им дарует живот, то есть жизнь дарует. Да, но это теория. А вам-то как вот в этом... Ну, можете исповедаться сейчас вот перед всем миром? Для вас это теория, для меня это практика. Я вам могу сказать... То есть для вас люди хорошие, да? Потому что Христос за них погиб. Не потому что, не только потому, что Христос умер, а средств исцелил человеческую природу. Человек может, я вижу, я знаю, много случаев, скажем так, я исповедовал и киллера. И откровенно скажу, думал, останусь ли я живым после его исповеди. Как видите, я стою перед вами. Человек реально покаялся. Писание же говорит о том, что не просто надо покаяться. А что такое слово покаяние вообще? Вот возьмем, давайте, перевод греческого слова, которое везде звучит, как покаяние. Это метаной, а которое имеет значение изменение мышления. То есть человек осознал, изменился. Взять апостола Павла, ведь он же был савлом, гонителем церкви, но стал одним из величайших апостолов церкви. Я знаю людей, которые реально изменились. И зачем нужна тайна исповеди? Потому что человек, исповедовавшийся, совершил достойный плод покаяния, реальное покаяние происходит у человека, реальное изменение сознания, он другой человек. Да, но может быть он и изменился, но как бы последствия его деятельности, скажем так, мягко, они все те же. Убитых не вернешь, правильно, не воскресишь. Апостол Павел участвовал в убийстве Диатана Стефана. С человеческой точки зрения Стефана не воскресить, вот то, о чем вы говорите. Да. Последствия не исправят. Да. Но человек, покаявшись, осознав свою вину, изменяется. Хорошо. Допустим, вы даете кредит доверия, а вот паства остальная, знаю, что вот среди них там какой-то убийца синий, да? А кто вам сказал, что знает? Есть тайна и исповеди. Есть тайна. И тайна и исповеди это святое. Но обычно знают, потому что город маленький, и как бы журналисты всегда раструбят или что-то. Шило в мешке не утаишь. Нет, да? Если человек сам не открывает свое прошлое, я же вот вначале сам сказал, что в некоторых неопротестантских церквях таких, как пятидесятники, баптиисты, они говорят, они ослабят. Друг перед другом исповедуют, и там нет, ну, по сути дела, тайны исповеди. И потом все узнают всю подноготную друг другу. И люди из-за этого действительно страдают потом. И я знаю случаи, когда люди не состыковались, в брак не вступили, потому что вдруг выяснялось, что она была проституткой, а он не смог это выдержать, и у них распались отношения, даже такие случаи бывают. Поэтому тайна и исповеди это святое, которое нельзя приступать ни к какому священнику вообще. Да, конечно. И лучше не знать этого, а люди зачем-то рассказывают. Я этого тоже не понимаю, в принципе. Потому что груз прошлого это никто не отменял. Как говорится, береги честь молоду. С духовной точки зрения исповедь нужна для кающегося. Потому что в церкви есть так называемая власть ключей. Вязать и вершить. Что будет нами связано на земле, то будет связано на небесах. Что будет развязано, отпущено. Вот на основании этого слова священник отпускает те грехи, которые человек исповедовал искренне. Удается ли вам обратить в свою веру подозреваемых и осужденных? Знаете, я не ставлю никогда своей целью кого-то куда-то обращать. Но удается? Я не ставлю в своей целью. Но даже без цели. Я даже не стремлюсь к этому. Хорошо. Я просто с людьми общаюсь. И они становятся прихожанами вашими? Ну, пока такого случая нет. Не было, да? Вы еще не обратили. Как правило, это люди православные и у них есть свои батюшки. С протестантами, которые находятся в местах заключения, тоже я не ставлю целью, чтобы они становились лютеранами. Мы с ними общаемся, я их окормляю насколько это возможно, потому что не всегда есть возможность протестантам попасть в места решения свободы. Поэтому при возможности помогают. Да, вот вы наблюдаете, сколько вообще православных, сколько верующих в процентном отношении среди заключенных? Те, кто туда попадает, в места решения свободы. Как правило, даже если не были верующими, то очень быстро становятся. Становятся ими, да. Ну, хорошо, это не важно, стали или были, но сколько среди них верующих? Да почти каждый. Атеистов там единицы. Атеистов нет. Атеисты не совершают правонарушения. Я из этого делаю вывод, что атеисты не склонны к клининалу. На самом деле, просто атеистов настоящих не существует. Каждый атеист, он в душе все равно верит. И просто нет у него, может быть, в жизни той ситуации, когда ему необходимо уже назвать к Богу. Да. То есть, он не доводит ситуацию. Истинных атеистов я считаю, что не существует. и чем больше человек кричит о своем атеизме, тем больше и серьезнее он обратится в веру. Это такое, я вам скажу, вот это опытность. Ну, пусть так, я с этим не спорю, как бы, это не столь важно даже. Вот. я думаю, главное это дела все-таки, да, и то, как человек себя ведет, что он делает, как он поступает с другими и со своей жизнью, между прочим, тоже, да, потому что наркоманы, они на себе вредят, в первую очередь. Вот по этим делам и надо судить о человеке, правильно, а кто он там, атеист, атеист, пантеист или там еще кто-то, это не важно. на мой взгляд. Это вопрос в чем? Согласны ли вы с этим, что сначала дела, а потом слова? Сначала поступки, а потом вера? Не могу согласиться с вами. Сперва вера, а потом поступки. Потому что человек, когда начинает делать дела, он все равно совершит в этом, потому что в этом будет счастливание, превозношение. Посмотрите, какой я хороший. когда человек делает дела как следствие его веры, то он будет эти дела делать как правило безкорыстно, ради Христа, так сказать. Такое выражение, знаете, да? Ради Христа. Вот когда человек делает ради Христа, он не ждет, что заметят, оценят, он не ждет для себя награды за доброе дело. Поэтому сперва все-таки должна быть вера, а потом уже дела. И более того, апостол говорит, что вера без дел мертва. Поэтому, вот когда говорят, что дела не важны, это не так. Дела важны, но вера сперва должна идти и подкрепляться и подкрепляться. Потому что, но все-таки у человека есть потребность в признании, в самореализации и так далее. То есть, даже, знаете, даже, например... Это не потребность, на самом деле. Это последствия человеческого грехопределения. Ну, хорошо, но просто даже вот почему люди не совершают преступления, как вы думаете? Вот что их сдерживает? Ну, многих. Что сдерживает? Вы решили зайти с другой стороны к вопросу человеческой природы. Ну, социальной природы человека. Вот что сдерживает? Разных людей по-разному. Вот не страх наказания. В большинстве, насколько я могу судить, общаясь со многими людьми, я считаю, что все-таки страх наказания сдерживает очень сильно. Да. Но на самом деле людей сдерживает не страх наказания, а нежелание как бы упасть в глазах близких, окружения, друзей, родителей и так далее. Нет, на самом деле в первую очередь страх наказания. Причем наказание не только суда Божьего, а именно наказание в первую очередь человеческого. Человеческого. И это очень важный критерий, который Бог дал закону, чтобы сдерживать вот эту испорченную человеческую природу. потому что если бы не было закона, то было бы настолько вакханалия, люди бы вообще творили такие беззакония, убивали бы за любой пол, по любому поводу. И закон сдерживал вот эту испорченную человеческую природу. Он как-то ее оседлал. А люди и убивали, и с тех пор, как Иисуса распяли там масса войны. А по благодати, в которой мы живем, начиная с воскрешения Христа, тут уже действуют немножко другие законы. Уже законы Божественной любви две основных заповеди, которые Христос когда ему задали вопрос, какие самые главные заповеди, он ответил на этот вопрос, сказал, что самая первая заповедь, самая главная, это возлюбить Бога, как самого себя. И вторая равная, подобная, это возлюби ближнего, как самого себя. Невозможно любить Бога, если ты ненавидишь ближнего. Но ближнего нужно, вот если разобраться в этой заповеди, но ближнего ты не сможешь любить, если ты не любишь себя. Я об этом очень часто говорю, на самом деле. Нужно иметь здоровый эгоизм. Нужно любить себя. Потому что когда человек не любит себя, он творит на дорогах беззаконие, нарушает правила, он не ценит собственную жизнь. Согласен. Согласен с этим полностью. И я что еще хотел добавить, что вот с тех пор, как эти заповеди были провозглашены, мы наблюдаем и религиозные войны, и Варфоломеевскую ночь, и охоту на ледя, и мировые войны и так далее. И это же все военные христиане. А в Советском Союзе православные уничтожали церкви, в которые ходили, убивали священников и так далее. То есть, ну, как говорится, жизнь берет свое. Инстинкты, биология, агрессия, неудобленности, законы. Вопрос, что же такое церковь? Церковь – это не собрание святых. Церковь – это собрание кающихся грешных. У кого-то получается быстрее, у кого-то этот процесс сложнее. Да, но у многих нету просто уже и возможности покаяться, потому что они убитые. Так что… Понятное дело. В церкви всегда были, есть и будут до определенного исторического промежутка. Будут и пшеница, и пледа. Скажем так, хорошо, что церковь напоминает о существовании добра и зла и морали. И вот за это церковь можно поблагодарить. Давайте перейдем еще дальше. В Эденском саду как дерево называлось? И спасибо вам, священнику, за это интервью. И я вам желаю успехов в вашем деле по облагораживанию человеческой природы. Вот этих вот падших… В Краснодарском районе, если есть информация о нарушении прав человека в местах решения свободы, добро пожаловать, обращайтесь, возьмем на контроль. Добро пожаловать в тюрьму. Добро пожаловать в ОНК.